Всем привет! Как вы уже, наверное, догадались, у меня в руках одна из самых популярных и мощных пневматических винтовок фирмы Диана. Это Диана 350 Panther Magnum. Винтовка весит 3,8 кг, ее длина 1230 мм. По заявленным характеристикам винтовка должна выдавать около 360-380 м в секунду. Но производитель устанавливает для российского рынка ослабленную пружину. Что с этим делать? Вы можете посмотреть, у меня сейчас 4 пружины. Эта пружина, изначально установленная в винтовку, она ослаблена, она выдает примерно 170-160 м в секунду. Не всегда точно удается обрезать необходимые витки, и поэтому разница может быть достаточно существенная. Эта пружина от винтовки Диана 34, оригинальная, такая же установлена в этой винтовке сейчас. Мы решили ради интереса протестировать мощные характеристики этой винтовки с пружиной А34 Дианы. Это оригинальная немецкая пружина фирмы Диана для винтовки Диана 350 Magnum. Она подходит ко всем моделям из 350 серии. Это пружина от винтовки СМЕРШ, которая копирует 350 винтовку от фирмы Диана. Пружина СМЕРШ, как говорят знатоки, в принципе ничем не хуже и даже лучше оригинальных Диановских пружин. Но стоит она практически в два раза дешевле. То есть при покупке винтовки Диана можно задуматься об установке именно такой пружины. Эти пружины продаются в нашем магазине. Также мы рекомендуем к пружинам устанавливать направляющую, изготовленную из металла, так как немецкими производителями она выполнена из пластика. На мощных пружинах направляющая достаточно часто после тысячи или двух тысяч выстрелов она ломается, а с остальной направляющей такого не происходит. В комплекте к винтовке идет манжета оригинальная и пружина. То есть в принципе все, что необходимо для, скажем так, усиления этой винтовки до тех характеристик, которые заявлены производителем. Сейчас мы протестируем 350 Диану с 34 пружиной с помощью хронографа С07 на трех видах пуль. Значит, первые пули, которые мы будем использовать, это Гамма-Магнум, самые легкие. Вторые пули это Гамма-ТС-10. Третьи пули это русские дешевые Барракуда. Значит, сейчас там заряжена пуля Гамма-Магнум, легкая самая, для дальней стрельбы. Кронограф в режиме ожидания. Ну вот легкими пулями получилось 295 метров в секунду, судя по тому, что говорит кронограф. Посмотрим, что скажут средними пулями. 237 метров в секунду. Теперь фирма Барракуда пульки. Они очень легкие, с плоской головой. Интересно, что же они покажут. Они, наверное, даже легче, чем Гамма-ТС-Магнум. Показали не густо, 255 метров в секунду. Я ожидал большего. Ну, вообще мы не рекомендуем пользоваться этими пульками, потому что они не очень качественно сделаны. И нарезной ствол быстро забивается из-за них. Пинтовка 350 Магнум обладает отличной кучностью. Хорошо установить на нее будет оптический прицел. Для этого есть планка ласточкин хвост. Крепление, соответственно, не идет в комплекте. Оно подбирается отдельно. В зависимости от крепежной трубки прицела. Оно может быть с кольцами дюймовыми, либо с кольцами 30 мм. Также для стрельбы без использования оптического прицела установлены целик и мушка. Целик регулированный, как и мушка с фиброоптическими элементами для лучшего качества стрельбы в условиях плохой видимости. Такие винтовки можно купить в магазине охотника.нет Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...